Пионерский лагерь Пионерский лагерь Пионерский лагерь Пионерский лагерь Пионерский лагерь Пионерский лагерь Деньское сердце, попрощавшееся со своим чадом на несколько летних недель лагерного отдыха, успокоить, ой, как непросто. Хотите быть абсолютно уверены в безопасности вашего чада? Не спешите покупать путевку. Кому доверить своего ребенка и все ли базы безопасны для отдыха? В рейд сегодня отправилась моя коллега Полина Гончева. Ярославский детский отдых этим летом будет насчитывать несколько сотен лагерей. Вместе с членом общественной палаты области, а по совместительству еще и отцом двух потенциальных отдыхающих, Алексеем Чернышевым, отправляемся на их проверку. Первый пункт – база под Тутаевым. Год назад здесь с обеспечением безопасности были проблемы. Суд обязал к следующему сезону систему наладить. К нашему приезду де юре все должно было быть готово, но вот де-факто… Предписания, которые были выданы лагерю для устранения до 1 мая, устранены частично. Мы наблюдали, что ведется восстановление забора по периметру лагеря, но в то же время видим, что еще не все работы закончены. Начат монтаж видеонаблюдения, которое также должно было быть закончено 1 мая, частично освещена территория. Забор есть, только вот часть его не стоит, а лежит. В углу дыра не хватает двух звеньев. Говорят, раньше был целый. Убрали специально по предписанию пожарных. Подъезд для красной машины должен быть открыт. Забор-то есть или нет? Вот. Нет, какие-то звери. Скажите мне, пожалуйста. В регионе есть опасность бешенства в ремонтах. Им поведенная собака, лисица, они же… Ну, они все равно не идут сюда, где орд. Забором разбираются, видеонаблюдение в процессе, но вот ни одного рабочего фонаря по дороге к корпусу мы не обнаружили. Освещается только территория перед ним и детские площадки. Жалуются и рады бы отремонтировать. Да где взять денег? Бюджет у таких лагерей и без того мизерный. Результат первой проверки – замкнутый круг. Радостное и безопасное детство ярославцев здесь упирается в недетские проблемы. Безопасность обеспечить обязали, но денег на это так и не выделили. Другой вопрос – почему из-за этого должны страдать дети? Едем дальше. В следующем лагере цена путевки много ниже, а описание благоустройства в таблице областного реестра обширнее. Впрочем, на первый взгляд разница с предыдущей базой видна только на бумаге. Отправляясь на выезд, наша съемочная группа не думала, что попасть на территорию лагерей так просто. К примеру, на воротах второго объекта в нашем маршруте значится – охраняется собакой. И действительно, на проходной нас встретил только пес. Да и тот с решеткой. Видимо, для охраны не сезон. Детей-то нет. Ровно, как и надежной системы освещения. Зато забор есть, да еще и без дыр, объясняет появившийся охранник. Ограждение действительно есть. Давно завели и тревожную кнопку. Разобрались с водоснабжением. Но до первой смены еще работать и работать. Этот и еще десятки таких лагерей уже состоят в реестре детских баз, с которым, как правило, и знакомятся родители. Только вот для организации детского отдыха вхождение в него носит уведомительный характер и совсем не гарантирует соответствия всем требованиям. Окончательная приемка завершится к концу мая. Правда, путевки лагеря продают уже сейчас. Внимание, практически Бермудский треугольник. Считайте. Раз, неисправный фонарь у корпуса. Два, висящий на проволоке сломанный водосток уже на корпусе. И в довершении всей этой картины третья вершина треугольника. Это покосившийся, прошу заметить, неполный по составу пожарный щит. Алексею, комиссии по вопросам семьи и детства, все эти вопросы еще предстоит решить. А пока непонятно, кто виноват, появилось однозначное решение, что делать. Внимательнее проверять всю информацию о базе лагеря, прежде чем доверять ему свое чадо. Постскриптум. Все герои нашего рейда пожелали остаться неназванными. Им еще здесь работать. Полина Ганечева, Георгий Иванов. Другие новости. Но от несчастных случаев нам, к сожалению, не уйти. Мои коллеги сегодня вспомнили их. Некоторые вовсе трагичные. Давайте посмотрим. Сентябрь 2016-го. Рыбинский суд приговорил обвиняемого в педофилии педагога к 19 годам строгого режима. По версии следствия, 44-летний Олег Кузнецов совершал насильственные действия сексуального характера, снимал происходящее на видео и выкладывал в интернет. К слову, некоторые ролики были обнаружены на европейских интернет-ресурсах. Преступления происходили на территории детского оздоровительного лагеря «Полянка», где Кузнецов работал звукорежиссером. А это похожая история, но уже в Нижекорудской области. 32-летнего мужчину поймали его же коллеги. Педагог в лагере днем ставил с детьми танцы, вечером управлял диджейским пультом, а ночью распивал спиртные напитки. Все со своими же воспитанниками. В момент задержания педагог находился в своей комнате с 11-летним мальчиком. Следователи возбудили уголовное дело. Эту трагедию в Ярославском городском спортивном лагере «Каучук» будут помнить еще долго. Днем 2015 года на его территории погиб 10-летний воспитанник. Очевидцы рассказывали, что после матчевой тренировки у мальчика возник конфликт с другим ребенком. Удар по голове и смерть. По факту было возбуждено уголовное дело, однако после было прекращено за отсутствием события преступления. Следователи установили, что погибший страдал заболеванием сосудов. Его смерть и причиненная травма не связаны. А в Перми 14-летний воспитанник спортивного лагеря утонул на тренировки. Это были традиционные сборы дзюдоистов. Исчезновение подростка заметили лишь на перекличке спустя время. По факту возбудили уголовное дело. Скандал прошлого года. Детский лагерь «Черная речка» в Рыбинском районе закрыли на карантин. Такое решение было принято на экстренном заседании при участии руководителя управления Роспотребнадзора Ярославской области и членов регионального правительства. Причина – острая кишечная инфекция, выявленная у отдыхающих детей. Лагерь, в котором находилось 600 человек, был закрыт. Воспитанников отправили по домам. А на территории проводилась полная санитарная обработка. Ну, случаи действительно жуткие. Но вот сегодня мы вышли на улицу Ярославля и спросили вас, а вы считаете детские лагеря региона безопасными? И вот что вы сказали? У нас было безопасно. Все время навечали, навеселая, счастливая. Я, в свою очередь, не рискнула отправить ребенка в лагерь. Почему? Ну, потому что нет никакой гарантии. Я считаю, что при Советском Союзе это было как-то проще, надежнее проверения. А сейчас, сейчас неизвестно, кто там. Если директор лагеря скажет, допустим, нас СЭС принял, пожарный принял, и опять какие-то случаи, то дети тонут там в озере, то еще чего-то. То есть я считаю, что сейчас это не налажено. Нет четкого государственного контроля. На троечку. Почему? Ну, потому что пока ничего не случилось, я думаю, что как бы, ну, все и хорошо. А вот реально, ну, я думаю, что мало. В каком-то лагере мы были там, вообще в дождик топило. Когда-то они же все принадлежали заводам и фабрикам, а теперь они частные. А частные, я считаю, что это небезопасно. Мы в основном бабушки ездим, мы не ездим ни разу в лагеря. В этом году как раз собираюсь отправить ребенка в детский лагерь. Надеюсь, что там все будет продумано. Это должны какие-то контролировать другие организации. Ну, а теперь детская оздоровительная кампания этого сезона Ярославской области в цифрах. В детских лагерях 480 лагерей примут ребят. Планируется, что в них отдохнут более 50 тысяч детей. Из областного бюджета выделено почти 155 миллионов. А средняя стоимость путевки сроком на 21 день колеблется в районе 14 тысяч рублей. И, кстати, о путевках. Как не переплатить, но при этом не сэкономить на отдыхе и безопасности вашего ребенка, сейчас все расскажу. Итак, начнем с того, что детские лагеря можно разделить на несколько видов. Это стационарные и палаточные, либо экспедиционные. А еще есть тематические. Ну, вот, например, спортивные или с изучением различных иностранных языков. Теперь о ценах. Здесь все зависит от того, с какими расходами сталкивается сам лагерь. Так как новые правила влияют на увеличение стоимости путевки. Ну что ж, смотрим. Подготовка персонала. Любой хороший лагерь вкладывает в это много сил и средств. Некоторые даже специальные школы открывают для своих сотрудников. Далее, это инфраструктура. Тоже дело важное. И технология общения с родителями, например. Ну, это может быть сайт, а еще открытость и прозрачность. Дабы вы были спокойны за безопасность своего чата. И самое главное, как не переплатить. Первый способ. Забронируйте путевку заранее. Это априори предполагает не слишком высокую цену. Второй. За счет госбюджета можно возместить часть стоимости. Но здесь лучше проконсультироваться со специалистом. Еще один совет. Отправляйте детей на отдых группой. У большинства туроператоров предусмотрены скидки на сей случай. А еще эксперты говорят. Не ведитесь на слишком дешевые путевки. Низкая стоимость равна большому риску. Экономьте на отдыхе ребенка с умом, говорят специалисты. Ну вот, лично я лагеря не особо любил. Мне куда было приятнее у бабушки в деревне отдыхать. Но, как говорится, каждому свое. Информационные итоги этого дня, как всегда, в программе «День событий». Одна из тем. Сегодня самолет Ил-2 прилетел в Ярославль готовится к участию в параде 9 мая. У меня на этом все. Хорошего вечера. День событий А че это вы здесь делаете, а? Кинут уже кончилось?